Губернатор Евгений Куйвышев поручил главам муниципалитетов во взаимодействии со спасателями и правоохранителями принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей вблизи водоемов. В каждом муниципальном образовании заработал оперативный штаб, в первую очередь связанный с обстановкой у водоемов, для того, чтобы исключить трагические случаи на воде, прежде всего с участием детей. Уральских родителей просят внимательнее отнестись к вопросу организации досуга и обеспечения безопасности детей в летний период. Крайне важно придерживаться правил безопасного поведения в быту, общественных местах, во время отдыха на природе. И что наиболее актуально в связи с установившейся сухой жаркой погодой вблизи водоемов. Наступила жаркая погода, люди отправились отдыхать на водоемы, у нас сразу же выросла печальная статистика по утонувшим, в том числе и по детям. Я прошу вас незамедлительно уже в эти выходные организовать дежурство спасателей, привлечь волонтеров, усилить взаимодействие с подразделениями МЧС. Словом, принять все необходимые меры для обеспечения безопасности на водоеме. За летний период на акваториях Свердловской области погибли шестеро детей. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания, а дети находились без присмотра взрослых. Специалисты напоминают, что на территории региона нет ни одного водоема, оборудованного для купания, и где нахождение в воде являлось бы безопасным. Для предотвращения подобных происшествий сотрудниками МЧС совместно с полицейскими и представителями муниципальных органов ежедневно патрулируются зоны отдыха вблизи водоемов и напоминают отдыхающим о соблюдении правил безопасности. Также рейды по акваториям проводят и специалисты Государственной инспекции по маломерным судам. Дополнительно для патрулирования водных объектов в границах каждого муниципального образования привлечены члены добровольных народных дружин. Кроме того, в местах традиционного массового отдыха людей на воде планируется выставить спасательные посты. Также будет обращено дополнительное внимание к владельцам лодок, катеров, гидроциклов, участвующих в организации отдыха на воде по соблюдению требований безопасности на акватории и правилах использования маломерных судов. Отметим, дополнительные риски для безопасности детей не только на водоемах, но и на дорогах, во дворах и в других общественных местах создает тот факт, что в этом году с учетом действующего ограничительного режима к организованному отдыху в загородных лагерях привлечено гораздо меньше детей, чем планировалось. На сегодняшний день в области работает чуть более 40 загородных лагерей с 50% наполняемостью, что продиктовано предписаниями Роспотребнадзора. В связи с тем, что достаточное количество детей летом находится на городских улицах, эксперты обращают дополнительное внимание родителей на необходимость постоянного напоминания детям о соблюдении правил дорожного движения. Кроме того, находясь в быту, родители просят не оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном, использовать специальные блокираторы и быть осторожными с москитными сетками, которые не защищают от выпадения из окна. С учетом того, что в АГО также фактически нет оборудованных площадок для купания, взрослым особенно важно обратить внимание на детей, которые находятся на водоеме без присмотра старших. Как говорится, чужих детей не бывает. Кроме того, важно помнить и о бережном отношении к природе и подаче личного примера подрастающему поколению. Мусор на берегах не только портит окружающую среду, да и вообще картину отдыха, но и несет в себе массу прямых опасностей. Особенно это касается битого стекла, консервных банок, брошенных рыболовных снастей и тому подобное.